Без постанов Друзья, всех приветствую! Давно не было роликов на канале, несколько месяцев я работал по разным обстоятельствам, но сейчас начинается сезон работы в такси, в Питере много туристов, высоких коэффициентов, и работать становится интересно. Со мной уже произошло несколько разных ситуаций, на которые вам точно будет интересно посмотреть. Их вы увидите в этом и следующих роликах. Возвращаемся на YouTube. А сегодня покажу вам смену с опасными аварийными ситуациями. В Питере сейчас идет массовый ремонт дорог, и невнимательность водителей и рабочих приводит даже к ДТП. Также на этой смене за мной гонялись с мигалками, а потом еще и подбили в корму. Думаю, этого достаточно будет, чтобы вас затриговать. Не буду затягивать. Я тот самый, который гоняет ментов. На «Жигулях»? Вот, можно, соль Питерскую вез. Да. Заполнил кого-то. Чай и трактор. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, да? Ага. Можете перевозу? Можете перевезти? А, да, конечно. Что перевезти? А, он хочет ему перевезти денежку. 555 рублей. А с чем перевод? А вот это не «Яндекс.Такси»? Это «Яндекс.Такси». Вы мне много положили? А сколько сказал? 555 надо было. Мне на 100 рублей больше положили. 650? Нет. Вы скинули 650, а надо было 555. Да, нормально. Чай и вы. А, сразу чаем. Спасибо. От души. Это не человек! Понятно. А что, мало историй, разве чаевые оставляют? Мы часто просто в такси оставляем. Всегда? Ну, не всегда. Когда прям очень плохой был таксист, я ему не оставляю чаевые и никакой рейтинг не ставлю. Даже звездочку не ставлю. Просто вне хочется. Просто игнорирую. Думаю, ну как-то не хочется ему хорошую звездочку ставить. Да, а плохую тоже как-то не хочется. Ну, думаю, ладно, просто ничего не буду. Блин, я слишком добрая, наверное, да? Блин, прикольно, конечно, трактор стоит. Хотя бы поставили бы это... Заранее. Заранее, да. А то впритык кто-нибудь влетит. Ну, а, машина продовала, блин. Ну, с номера вместе поставили. Три девятки, ну, 60-то, ребенок был. Ну, там, в Сапсковской. Это вы в Сапсковской? Да. Откуда? Не, ведь. Что, серьезно, что ли? Я сам откуда? Да, ладно. Что, земляки? Я в земелье, я в земель. Блин, а... Можно же бухали вместе ее? Да не, это вряд ли. В кабаках. Не, ну, это жесть, конечно. Ладно. Ладно, все, счастливо, все доброе. Мир тесен. Одно в конце нужно оплачивать. Ну, вообще, с карточки обычно сразу поездка списывается, а в конце это чай оплачивает. А может, это же, ну, не Яндекс.Такси, а свое... А унизу написано, подключайся к Яндекс.Такси через мой парк в такси. А, да? Какая-то, может, реклама? Массажир пристально рассматривает салон. Смотрит салон. Может, грязно ему там. Камер много не бывает? А, он увидел, что снимает. Были случаи какие-то, что... Ну, конечно. Вот так вот. Непонятного характера. Раз, два, вперед. Замечку. Потому что блогера еще дополнительно. Развел мошенник в машине. Это как? Один человек сел ко мне, начал что-то там общаться, языками, короче, закусились. Типа приедут в командировке. И девочку тыщет. Говорит, телефон у меня сел. Говорит, дай побрасывай. Слушай, он за четыре года поменялся, таксист этот. Я что-то безотнице. Повзрослел. Пока мы с ним там что-то общались, он это время как-то там по СМС, по номеру 900 деньги перевозил. Потом что-то стали подъезжать. Говорит, тормози, тормози. Так, ну, стал меня торопить. Я не понял, в чем дело. Говорит, сейчас я добегу. Я говорю, подожди, стой, стой. Я говорю, ну, я понял, что что-то не то. Ну, и я пока начал машину припарковать, только пятки засверкали. Не заплатил за дорогу. Ну, благо, телефон отдал. Но я в банк потом позвонил. Банк мне вернул, кстати, деньги. Ну, теперь, ну, я после того понял, что лично телефон давать точно никому нельзя. Да нет, конечно. Тем более девочке, это вопрос такой. Так он действительно, я потом смотрел пропущенный, он звонил проституткам. Ох, ёлка. Я смотрел пропущенный, я звонил проституткам. Проститутки. Я говорю, блин, а мне проституткам звонил. Я смотрел проституткам. Ой, блин, ну, слава богу, живой, а. Буквально ехал тоже по набережной, стоял трактор на дороге. И нету никаких этих подупреждений посреди дороги. Я говорю, точно кто-нибудь в него влетит. Но это не трактор, но тоже аналогично стояла машина. Да, 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 да. Просто нету никаких там, ну, вы там на 100 метров сделаете, что там это... Обычно, когда, знаешь, что такси начинают рассказывать, я такая, ага, 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 куда мы доедем, ага, вот так. Я очень не люблю разговаривать такси, прям вообще как-то так некомфортно с незнакомыми людьми. А еще стоят там светофор. То есть он ничего такого не говорит? Ну, я понимаю, но все равно как-то... И скорость больше. Но он причем нормально садился. Я не знаю, как он вообще жив остался. Залетел под грузовую машину. На следующий день. Мегалки погоня. За ним? Вот, значит, недалеко от медного всадника. Собор рядом. Это какой? Казанский? Казанский. О-о-о-о-о! А на кого? На него? Не пустили? Хороший. Видит грустный. Он пытался посмотреть, что пропустили такой. ТПС такая. Стоппэ! А чего? Это что? Ну, видимо, как-то я на ту линию пристроился. Типа, виу-иу-иу-иу-иу-иу-иу-иу-иу-иу-иу-иу-иу-иу-иу-иу-иу. А откуда он понимает, что именно ему? Ну, с одним, куда едешь, прям. А, увидел. Ворачивает и занимает. А, громко говорите, сказали, остановись. Ну, я говорю, сначала я не понял. А где погоня? Знаете, ты как раз постелируешься? Ну, конечно. Ты что, не постелинулся? Добрый день. Здравствуйте. Отдели батальонку на полицию. Полиция на устарение. Решение вошло. Да, я что-то такое нарушил, что... Ну, смотрите, мы стоим в крайне левом ряду. С левым поворотом. Ну... Вы стоите справа от нас. С левым поворотом. Ну, я перестраился. Мне же надо как-то было на разворот. Я же не мог повернуться. Ну, когда мы повернем, а не перед нами влезать. Ну, я понарассчитывал. Ну, я понял. Я понарассчитывал. С левым поворотом. Сразу типа взятку. В отлично салитарность. Вот и все. А вопросов нет. Просто, как минимум, привлекли себе внимание. Ну, я понял. Взятку бывает. Ну, хоть бы там, это, как-нибудь там... Ну... Я понимаю, что водительская. Ну, вы были нарушения? Нет. Я все штрафы все время отлачу. Просто вы внимательнее, вроде бы... Нет, это... Ну, я... Ну, если бы было бы обычное... Ну, если что... Ну, я был бы... Вот, как вы мурили. Я просто там еле в поток вклинился туда, понимаете? Ага. А вы мне документы не вернули. Другого-то забыли на радостях. А, все, все, извините. А, все нормально. Это он запопанул. Хотел уже рассыганить их. А где погоня, подожди? Чуть-чуть. Микропогоня. Хотя взятки никогда не давал. Угу. Хочешь, что в софтном видеть? Коррупцию в России начни с себя. А, Батя так говорит. Вот не лень же им было вернуться. Хотя они не на разворот ехали. Можно было налево поворачивать. Ну, не получается, просто чисто его остановили, чтобы сказать больше. Так не делай. И уехали. Ну, так, в принципе, тоже, да, могут сделать? Не обязательно всегда, типа, могут там. Зависит от людей. Меня подбили. Здравствуйте. Здравствуйте. Липовый на скосово, да? Да. Все верно. Что над них мужчин катает? Какое-то специальное мальское такси? Или так тоже совпадает? Значит, мы едем такие, да? И вот Белая еще подбьет нас, да? Он разве ровный? Я и чем подбивать? Нет? А, Вова, не останавливаюсь, походу. Да, да, да. Должать ехать. А чего? Все. Блин, всегда, знаешь, я прямо чувствую место пассажира. Нет, я, честно, место пассажира. А что хоть лёгенький толчок был? Господи, я опаздываю, когда ты вызвал такси. А тут такие разборки. Я хотел быстрее. Я специально на такси еду, чтобы быстрее было. Да, да, да. Вот это вот у тебя первая функция. И когда начинают, там, останавливаюсь в ГАИшнике. Или вот такие ситуации, наверное, сразу вот это вот ощущение. В аворобном месте, а? И что, нифига? Да нету, нифига. Чёрт-чёрт-чёрт. Здрасте, вызываем страховку. Ну, мы приехали. Приехали. А, ну всё. Не, не, не. Приехали. Ну, типа, что приходится уходить. А, наверное, мы как-то Яндекс.Такси, видимо. А-а-а. Рядом, оказывается, не просто была машина. Они знакомы были. Во-во-во, видишь? Ой, бля-а-а. Ну, Саша, не чуть-чуть, походу. Надо смотреть. А, около 1000 рублей на поле, ну, типа на это, а он такой наглость. Ну, сейчас будет. О, ты же не захотел тыщу брать, да? Да. Но. Что, что? Тебе, короче, по вороте не включил, поэтому я тебе врезался. Я ехал, уважаемый, я ехал. Он же прямо ехал. Я ехал прямо. Я тоже ворот запрещен здесь. А, ты эта дорога выходили, вот эта дорога. Слушай, да не вопрос, у меня, у меня есть регистратор. Он хочет посмотреть, кто виноват. Так ты же ехал уже прямо, а ты просто заснул там и его как-то подтолкнул уже. Ну, да. Вот, ты уже выехал. Он пытается отцерндеться. Вот, перед тобой машину, ты не видишь. Но. И продолжаешь ехать, но. Посмотрим, не вопрос. Я просто не хотел косарь давать. Откуда такая наглость-то, а? Кто наглость? Ну, видишь, какие люди, я не знаю, я себя это чувствовала. Бедный чувак в такси, знаешь, типа. Нет, я пока не... Ехал, спешил куда-то. Ну, ты, ну, пришлось уходить, сейчас другое такси вызывать. Просто думаю, жесть. Мало того, что ты мяшился, я бы вышла, извините, пожалуйста, я там, типа, засмотрела, что-то, простите. Он такой, давай косарь на этот, только, ну, ладно, вот, возьмите. Ну, типа, тут заслуженно, понимаешь? А тут, я ничего давать не буду, вообще у тебя поворотника нет. Ну, что это такое? Подожди, ты мне все в бампер. А у тебя ничего нету. Да ты что? А вот это что? Нет, ну, хорошо, ничего нет. Да ладно, ничего нету. Я еще, я еще не прав. Охренеть. Вот это что? Ну, вот это что? Смотри, смотри. У меня машина новая, понимаешь? У меня машина новая. Что это? Это проблема, что ли? Ну, я тебе говорю. Видимо, я все-таки мясень какая-то. Ну, поэтому будет тысячу рублей всего лишь на полировку. Грузово ГАИ, ну. Здесь список машины перекрывают наши диалоги, поэтому поясни, что происходило. На машине действительно не было критичных повреждений. Но несколько мероприцов и пара в черном точек появились. Я предложил ему дать тысячу рублей на полировку бампера и разойтись. Не знаю, я полагаю, чтобы не реально... Ну, ты реально въехал. Нечего и платить. По-хорошему, стоило бы вызвать ДПС, дождаться их, оформиться и так далее. Мне просто стало жалко тратить время. Я решил, что лучше хорошо закончу смену и сам решу вопрос полировки бампера. Интересная ситуация. А, он всегда к нему сел. А, он, наверное, стоял рядом, наверное. Да. Ждал. Все-таки, видишь, решил не связываться. Вот так, вот так. Да у меня первый раз такая ситуация, на самом деле. Вот как быть? Понятно, что... Ну, я могу его тоже понять. Что не хочется долбаться. Ну, в общем-то, он начинает говорить, что это я виноват. Я понял, да. За счетом, это меня за какой-то поворотник там что-то чесать. У меня регистраторы пишутся с этой стороны. Вот у меня... Придумывают всякие причины. Просто с другой стороны, писав, вот он эту тысячу будет сейчас у него ждать, он тысячу еще не даст, он не вызовут ГАИ, и он за то время мог бы клиентов других покатать. А так придется кучу своего рабочего времени терять на эти разборки. Тоже как бы не хочется. Обязательно вытащу это видео. Такое ощущение, как бы ты специально это сделал. Надо просто ехать... Да, ну, видимо, голову не запустил телефон. Да, телефон не ляпался, да. Такое ощущение. Надо, знаешь, просто на таких машинах, когда едешь, теперь иди сзади такие бетонные бамперы делать огромные, чтобы если ехали... Пожалуйста, не мои проблемы. Ничего страшного. Ребята на черной машине как будто... Прям вовремя как будто подскочили. А это, мне кажется, с одной шайки. За одной все были. Мне тоже так кажется. Они рядом ехали. Может, это вообще подставщики какие-нибудь? Я бы сказал собственник. Если они подставщики, а что бы они поимели с этим? Мне кажется, тут как бы без вариантов. Я тоже не знаю, но я с таким первый раз сталкиваюсь. Ну что, нельзя было по-человечески там выйти, ну, там, блин, извини, там... Это может быть такие подставщики-гопники, которые подворотни такие делают. Вот так вот и говорят, ай, ты меня в плечо ударил, давай мне деньги. Типа такого. Они специально у него как-то тащили, чтобы потом у него как-то деньги забрать. Я не знаю. Нет, я думаю, просто... Невнимательный? Невнимательный. Я виноват. Вот такая странная ситуация. Пересматривая запись, я обратил внимание, что он не отвлекался от дороги и должен был меня видеть. Но при маленькой достаточной дистанции, он просто не стал тормозить. Вот как бы быть? Специально, плюхнул. А в чем она заключается? Думаю, нет. Ну, а тем временем мы готовим для вас следующее видео. Впереди много интересного. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи на дорогах и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok